Древнеперсидский язык отличается от авистийского, и авистийский он даже будет в другой группе восточных, то есть авистийский будет гораздо позже, сейчас я пока западный разбираю, то есть через несколько месяцев, видимо, авеста будет. Древнеперсидский язык это надписи Ахименидов, то есть когда уже была Персидская империя, уже после Заратуштры. Они писали клинописью специально для этого языка разработанные надписи, прежде всего Кир великий, но в основном уже в таком развитом виде, то есть существует во время Дария, первого известного большие и достаточного надписи Дария, Ксеркса и Артаксеркса. То есть это существовало примерно с VI века до н.э., когда Дарий был, и до времен Артаксеркса это уже IV век до н.э. То есть на протяжении примерно трех веков вот эти надписи, они делаются. Они по всей империи, потому что это был язык правящей династии, и даже кое-где вне пределов империи обнаруживаются, допустим, в Румынии, и спорят, насколько вообще в Румынии, почему тут на Персидском, тоже такая есть спорная вещь. Ну, наиболее известная это бехистунская надпись, и надпись Сузаха, они большие, и из них обычно приводят примеры и анализируют. Единый язык, нет в нем диалектов, нигде они не различаются по всей империи, хотя нанесены. По всей видимости, это конкретный диалект вот этой правящей династии, вот этого рода. Поэтому я не думаю, что они это все специально там стандарты какие-то, потому что никаких словарей там ничего не обнаружено, но язык у них стандартный, просто, видимо, потому что они многочисленные диалекты, другие иранские, просто не отражают. На своем языке, на царском языке. Ну, и надо сказать, что было двуязычие в этом плане, то есть официальный язык был арамейский. Основное население империи и основные центры были Вавилон, конечно. В Вавилоне была готовая там школа песцов, готовая стандарта арамейского языка. Поэтому вводили на самом деле арамейский, все чиновники по всей империи его знали, семитский язык, и на нем велось все дело производства. О персидском и арамейском у меня есть отдельный клип на канале, где подробно вся эта ситуация излагается, рассказывается и так далее. И также там имеются аргументы сильные, которые лингвисты выдвигают против Библии, потому что в Библии пытаются имитировать этот персидский и арамейский, но не знают на самом деле этого языка. Что является аргументом того, что основная часть Библии написана при эллинизме, то есть после того, как уже вышли из употребления и персидский и арамейский, и древнеперсидский и так далее, уже при греках. Клинопись тоже тема интересная, потому что клинопись не является модификацией шумерской. Вот там по всему региону, как правило, и семиты, и урарту, они адаптировали, и хеты тоже адаптировали шумерскую систему письменности к своим письменностям. Однако древнеперсидская считается полностью оригинальной. То есть ее знаки не походят на знаки, допустим, Акадской, Хурицкой, Хетской письменности. Она достаточно простая, то есть явно она с нуля придумана, именно вот как сочетание этих клинописных знаков. Также определенное влияние индийского письма Брахми там находит. Вот персия, она же где-то все время посередине между Индией и Семитским Востоком, и там постоянно такой синтез культур на самом деле. Если за растризм брать, то за растризм это скорее к Индии, да, ислам это скорее к семитам, но они там взаимодействуют, эти традиции, арийская и семитская, как раз вот в Персии. Поэтому, как бы вот сами клинопись, сами принцип писать вот этими клинышками взят у семитов, а какие-то принципы письма наоборот, видимо, у индусов. В общем, все довольно с ней спорно и не до конца расшифровали. В связи с этим спорят, то есть отдельные моменты там спорные. Она, в общем-то, слоговая, но сложным образом. То есть отдельные знаки обозначают слоги, разные там виды, допустим, звук Д, он имеет форму, допустим, Да, это один знак, Ди, это другой знак, Ду, это третий знак и так далее. Некоторые, видимо, сочетания тоже обозначаются отдельными знаками, и по всей видимости, там, по крайней мере, числа иеролифические. На древнеперсидский оказывал явное влияние арамейский, потому что это пишут цари, которые также знали официальный свой язык арамейский, как в виде заимствований, так и синтаксический. То есть единственный, в общем, язык, влияние которого зафиксировано, это арамейский. Но тут, видимо, ситуация такая, официальный язык у них арамейский во всей империи, а древнеперсидский это язык самого царя. Поэтому наиболее важные какие-то надписи царь дублировал еще на своем собственном языке. Они не стремились распространять зороастризм, как хорошо известно, среди других народов, потому что считали, что это вот только арийцам принадлежит это наследие. Терпимо относились к религии. Точно так же они не стремились распространять свой язык среди других народов. Специфика Персидской империи обычно, да, если империя, то царь навязывает свой язык всем подданным. Как, допустим, в Римской империи, да, они всегда навязывали, ассимилировали всех в римлян. Ну и так далее. В общем, в любой империи обычно, да, стандарт тот, на который император говорит. А в данном случае была определенная терпимость, и они язык не навязывали, никто его не знал. Но они пользовались как языком делопроизводства семитским, потому что большинство населения семиты. Какие-то надписи они добавляли на своем языке чисто царей. Теперь мы знаем более-менее язык царей. Ну, кстати, надписи зароастрийские, там типичные формулы из Овесты цитируются. Божества, все Овесты присутствуют. Ахура Мазда, Митра, Анахита и так далее. И идеология монотеистическая, безусловно, есть. То, что имеется в Овесте. То есть, что один есть высший бог Ахура Мазда, и вот ему служит как раз царик. Про это там сколько угодно можно почитать. Что касается звуков. Вот как реконструируют согласные. Это я беру из Википедии, потому что плохо посканировано языки мира. Но, как мы видим, придыхательных нет. Это вот типичная структура для персидских. Есть вот эти фрикативные СА. Есть довольно много палатальных. Вот что касается ХА и А, то также у меня в языках мира пишут, что лобиальные формы реконструируют. То есть, были огубленные формы. Но, возможно, это варианты, поэтому сюда не попало. Что касается гласных. Предполагают, что ранние были только А и У, потому что только такие значки. То есть, значки у них обычно различаются слоги типа ТА, типа ТИ и типа ТУ. А О и Э у них там не фигурируют. Однако, предполагают, что поздние уже развились долгие Э и О, как в санскрите. Вот в санскрите, кстати, как раз такой же поздний вокализм. Санскрит, видимо, язык довольно все-таки поздний. Они его удремняют, но, скорее всего, он уже где-то так, гораздо позже авистийского. То есть, авистийский более древний. Ну, вот, в общем, как раз в это время, видимо, происходит переход из этой системы А и У в систему, где есть также А и О. Ударение не зафиксировано. И, как правило, реконструируют для древнеперсидского, что ударение падает на второй гласный от конца, если он долгий, и на третий от конца, если краткий. Это по аналогии с латынью, что в латыни именно такие правила изложены. Поэтому тоже это все спорно, и, возможно, там есть, было ударение на разных. Но последние гласные, они обычно потом редуцируются в потомках этого языка. Поэтому это аргумент в пользу того, что на последние гласные, по крайней мере, не было ударений, потому что обычно редуцируется все безударное. Чередование определенно есть, причем чередование там еще древнеарийского типа, то есть чередование по трем ступеням, которые имеются также в санскрите. То есть имеется средняя ступень, где обычный гласный, или дифтонгий его же. Потом редуцированная, где он выпадает. И долгая ступень, в которой этот гласный долгий. И, соответственно, это вот тут для А прописано, а они также для И, для У пишутся эти все уровни. То есть умляута по современному типу еще не сформировалось, а именно вот это вот закономерное чередование, которое есть в санскрите тоже. Что касается грамматических форм, сохранились старые фликтивные формы. Язык все еще достаточно фликтивный, хотя какие-то признаки упрощения уже идут. Противопоставленный мужской и женский средний род по системе изменения существительного. Множество падежей. Категория числа вполне существует. То есть чисто типологически это старый арийский язык фликтивный. Множество глагольных форм, пять наклонений одних только. И в зевитном наклонении также видовременные формы типичные. То есть в настоящее время имперфект, аорист и перфект. Типичные для старых арийских, в том числе, кстати, и для старославянского, для древних славянских языков. Примерно такое же устройство было грамматики. Имеется медиапассив. То есть в основном это медиальный залог, но в некоторых примерах он имеет также значение пассива. Скорее всего, как в греческом. Я вот недавно в греческом тут тоже есть курс греческого на канале. Я недавно как раз про этот медиапассив греческий рассказывал. Скорее всего, в древнеперсидском все было так же. То есть два залога на самом деле. Медиальный и активный. Но медиальный залог также в значении пассива постоянно употребляется. Отрицание две частицы наи и ма. Ну тоже аналогично греческим. То есть тоже две. Ма выражает общее отрицание, а частица наи выражает и общее частное отрицание. Вот что тут написано. Причастия имеются из различных форм глагола. Числительные, к сожалению, не дошли, потому что они в основном там, видимо, иероглифами проставлены. И поэтому непонятно, какие были числительные. Имеется большое количество предлогов, большинство из которых очевидные параллели имеют в санскрите, в греческом, то есть индоевропейский. И также были сразу и паслелоги. Паслелоги были и в санскрите, и в авистийском. Ну вот характеристика изменения существительного. Это я беру с Википедии, потому что в языках мира плохая пасканка, и тут плохо все написано с неправильными значками. Но мы видим, опять же, что это старое индоевропейское. Причем очевидны параллели, что в греческом тоже, допустим, на «он» кончаются имена среднего рода, и здесь на «ам» они кончаются. Женский род кончается на «а» долгую, в именительном падеже, ну как в санскрите основа. И мужской род кончается просто на «а». Многочисленные эти окончания явно похожи на санскритские. То есть «бхис», там, а тут «биш», допустим, и так далее. Дательный на вот это «ия». То есть в данном случае даже все падежи были бы, допустим, индусу, ну, по крайней мере, знакомы. Ему бы показалось, что с небольшими ошибками говорят на чем-то похожем на санскрит. Ну и как, опять же, во всех древних индоевропейских языках есть много парадигм. Вот эта самая простая, которая идет «а», «ам» и «а» долгая, да? Это самая простая и наиболее частая. Но на согласный, на «и», на «уш», на «уф». И тут еще не все, кстати. Там еще на «р» было, на «причасти» и так далее. То есть огромное количество типов изменений существительных. И это тоже и для старославянского характерно, и для древнерусского, древнеукраинского. То есть и множество других всяких старых языков, как правило, сложные. Латыни достаточно это еще упрощено. Греческий, санскрит, довольно сложная система изменений существительного, которую мы наблюдаем и в древнеперсидском. Вот что у нас про местоимения известно. И, опять же, надо сказать, что походят они на санскрит. Прямо вот «ваем», «тувам», прямо вот оно. Но единственное, что «я» будет не «ахом», а «адом». Ну вот это вот «мам» опять пошло. Местоимения прям сильно на санскрит походят, честно говоря, личные. Указательные местоимения противопоставляются ближние и дальние. То есть ближний идет «хауф», «авам», «ахая» и так далее. Это дальний, да, дальний идет «хауф», «авам» и так далее. А ближний идет «ием», тоже походит на санскритское, между прочим, «ием», «имом» и так далее. Ну, изменяются они, понятно, похожи на существительное. Глагол достаточно сложен, имеет массу приставок, имеет две группы окончаний, тоже как в греческом, как в санскрите, первичные и вторичные. То есть первичные – это, допустим, настоящее время, там будет одна группа окончаний, а вторичные – это, допустим, прошедшее время, где будет другая группа окончаний. Ну, вот можно посмотреть на настоящее время изъявительного наклонения. Тоже табличка с Википедией. И есть, естественно, тоже у них изменение основ, то есть отдельная основа настоящего времени каким-то образом там образуется и так далее. И вот окончания присоединяются. Дальше мы смотрим на имперфекты, мы видим, что, во-первых, окончания другие, хотя и похожие кое-где, и добавляется у нас превращение «а». Тоже это обычная ситуация в греческом, в санскрите, в языке пали, и тут тоже. Это все старые индоевропейские языки устроены примерно одинаково. Медиальный залог будут другие окончания, то есть залог выражается не через какую-то отдельную частицу типа «ся» у нас, а именно через отдельное окончание именно для медиального залога, как в греческом. Но, пожалуй, все остальное не буду. Тут у меня кратко описано в источнике, и я вижу, что все это походит достаточно на греческий. Просто вот примеры показал, да. Очень много суффиксов. Даже в таких небольших текстах очевидно, что язык состоит из суффиксов, приставок, их очень много, и сразу они хорошо выделяются. Общеиндоевропейские, как правило. То есть узнаваемые с точки зрения родственных ближайших языков древних. Но взаимопонимания между греками и персами точно не было. Сильно изменился. А между персами и индусами, думаю, что все-таки в значительной степени. Окончания скорее походят на индийские. Думаю, что проблемы были, если они разговаривали, но так в основном там понимали. Наверное, надо сравнить как русский и украинский. Ситуацию, когда, допустим, носитель санскрита пытается с носителем этого языка разговаривать. Порядок слов свободный. Раз уже там много падежей, то понятно. Типичные конструкции типа двойной, винительной и так далее, тоже характерные для старых индоевропейских. Тоже тут все наблюдаются. Это я про синтаксис уже. Имеются у них союзы в большом количестве сразу. Они были в индоевропейском. И поэтому есть сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, которые типичным способом, как в индоевропейских, через союз соединяются. Самоназвание, кстати, языка арийский. Там иногда есть в этих написанных текстах, они говорят, какой у них язык. Сами они свой язык называли, конечно, не древнеперсидским, а арийским языком. Также этот народ называется и вавести, то есть арии, да. И также он называется и язык арийский, насколько я понимаю, тоже и вавести. И примерно, кстати, так же себя называли индусы. То есть на то время они одинаково себя называют и те, и другие арии, и персы, и индусы. Хотя уже, наверное, тысячу лет как распались народы, и языки, и религии разные, азороастризм, и индуизм. Тем не менее, они себя все-таки еще называли одинаково. Все эти народы, индийские и иранские. Что касается лексики, вот она табличка про индоевропейские, тут персидские. То есть понятно, что индоевропейская лексика, чтобы можно было... А, тут индоиранская даже. Ну вот индоиранская лексика, как она отражается в древнеперсидском, в среднеперсидском и в современном, да. То есть очевидно, что современный персидский язык все-таки в значительной степени восходит, конечно, к древнему. И там эти корни индоевропейские все еще узнаются. Из влияния других языков, как уже говорил, арамейский. Ну и что интересно, находят даже влияние других персидских. То есть явно уже были другие персидские языки. Иногда заимствования там встречаются, то есть в других огласовках, в других формах. Вот поэтому, да. Но формы какой-то вот письменной они еще не имели, потому что письменную форму имел только язык правящей династии. А, ну и да, надо, значит, тут... На фейсбуке периодически, значит, еврейские попытки опорочить арийскую культуру встречаю. И там утверждают, что авистийский язык якобы был языком их именидов, и их имениды писали авесту. Авистийский язык вообще относится к другой группе иранских, сильно отличается от языков царей. Авистийский язык явно более архаичен, явно близок крайне к санскриту, а этот уже порядочно от него отошел, хотя тоже значительно, да, походит. То есть авистийский язык и язык их именидов – это разные языки, это научные позиции, которые во всех энциклопедиях представлены и описываются подробные отличия. Продолжение следует...